...для анализа исследования, которое было представлено не так давно на Белых ночах. Мы его обсуждали на Российском онкологическом конгрессе, но обсудить его исследование с экспертами, врачами реальной практики, искусственным интеллектом, это происходит впервые. Итак, прежде всего, конечно, извините, соната Абертон, когда правильно подобран инструмент. Итак, исследование BCD-217-1 Абертон. Позвольте мне напомнить дизайн, хотя многим из вас он очень хорошо знаком. Туда включались пациенты с нерезиктабельной метастатической меланомой. Это пациенты без предшествующей терапии, допускалась нео- и а-диуантная терапия, но при условии, если она была завершена за 6 недель до рандомизации. Любой статус БРАФ и уровень ПДЛ, любой уровень ЛДГ, стратификациями стадия, ЭКОК, ПДЛ, ТПС более или менее 5% и также БРАФ мутации, дикий тип или наличие мутации. 117 пациентов были рандомизированы на 2 рукава. Один рукав 12 недель на 4 ведения Нурлимаба с Пролголемабом плюс плацебо, и другой рукав это Пролголемаб с Плацебо. Далее в течение 1 года активной терапии, в течение 40 недель пациенты получали Пролголемаб, и далее переходили в 1 год наблюдения, в исследование BCD-100 экстеншн, где получали Пролголемаб. Итак, первичная конечная точка была заявлена, медиана выживаемости без прогрессирования по критериям Рецисто-1.1, вторичная конечная точка медиана общая выживаемость, непосредственная эффективность, время до ответа на терапию, длительность ответа на терапию и безопасность. Но вот тут вот я хочу прибегнуть к помощи зала, к помощи друга. Пожалуйста, у вас на всех на столах есть, собственно, карточки. И я хочу спросить ваше мнение, вас, как экспертов, как врачей реальной практики, с вашей точки зрения. Ну вот давайте мы порассуждаем. Исходя из клинических исследований и рекомендаций РУСК, НССН, ЭСМО, какое соотношение PD-1 к CTLA-4 оптимально для лечения нерезиктабельной метастатической меланомы? Ответ А, вот карточка А у нас, 1 к 3. А, ответ Б, 3 к 1. Напоминаю, речь идет о отношении PD-1 к CTLA-4. С, монотерапия PD-1. И Д, это монотерапия CTLA-4. Я попрошу вас, вот у нас каждому делегировано за столом, наверное, вы, может быть, делегировали уже участнику, поднимите, пожалуйста, карточки. Вот ваше мнение. Так, пятый стол. Попрошу поднять ваше мнение. Здесь это обсуждаем. Обсуждаем. Так, А, 1 к 3. Вы, так, это решили, что CTLA-4 должна быть к 3. Так, хорошо. А, это 1. Так, хорошо. Шестой стол. Б, 3 к 1, в меньшую сторону в отношении CTLA-4. Так, это у нас четвертый стол. А. Так, второй. Так, Б, в меньшую сторону в отношении CTLA-4. Так, и третий стол, пожалуйста. Так, в большую сторону CTLA-4, да? Мы за токсичность. Ну, хорошо. Давайте дальше. Ну, вот, прибегли помощью гигачат. У нас, на самом деле, есть несколько чатов. Это не реклама. Есть гигачат. Это наш российский Сбера. Есть GPT-чат, к которому мы уже привыкли. Наши дети готовят доклады, и мы даже иногда сами прибегаем к их помощью. Но, тем не менее, давайте посмотрим, а что же нам ответили наши нейросети. Я вот зачитаю то все развернутое, собственно, заключение. Оптимальное соотношение PD-1 к CTLA-4 может зависеть от конкретной ситуации индивидуальных особенностей пациента. Уклончивый ответ. Однако, согласно рекомендациям РУСК, НСС, ЕН, ЭСМА, уже более по делу, наиболее часто используют отношение 3 к 1 для комбинации PD-1 и CTLA-4. Это означает, что обычно применяется 3 единицы антитела PD-1 на 1 единицу антитела против CTLA-4. Важно помнить, что выбор конкретного соотношения и режима терапии должен осуществляться врачом на основе индивидуальных характеристик пациента и результатов клинического исследования. Итак, что же такое норулимаб? Это оригинальные молекулы комбинации моноклональных антител против рецептора PD-1 пролголимаба и рецептора CTLA-4 норулимаба в соотношении 3 к 1 в пользу большего количества PD-1 по отношению к меньшему количеству CTLA-4. Итак, да, вот буквально небольшая диспозития. Что же происходит сейчас с этими пациентами? Рандомизировано, напомню, 117 пациентов в группу комбинированной терапии 58. Из них завершили по протоколу 15 человек, 23 включены уже наблюдательные исследования BCD-100. Кстати, если посмотреть на сам по себе пролголимаб, который зачатка с первой фазы изучался в наших центрах и ведущих центрах нашей России. Например, есть пациенты, которые уже и 5 лет получали пролголимаб с умеренной токсичностью, точнее, с ее сосудствием и с очень хорошим контролем с метастазами в головном мозге. То есть, конечно же, это не о том, что я призываю, а то, что, конечно, уже оговаривается определенный срок, но то, что мы сейчас имеем колоссальные данные в отношении экстеншн наблюдения этого большого наблюдательного исследования. А то, что мы говорим в монотерапии про пролголимаба, 11 завершили по протоколу, 25 включены уже, собственно, в наблюдательную часть. Что же с тобой представляли пациенты? Если мы говорим про два рукава, это комбинированная терапия и монотерапия пролголимабом, то пациенты были сопоставимы по возрасту. Средний возраст составлял порядка 64-62 лет. Преобладали женщины. В основном это метастатическая форма. Безусловно, большинство отдаленные метастазы, но это и не удивительно. Экокс-татус – это удовлетворительное состояние пациентов. В большей части уровень локтатогидрогеназа был менее в верхней границе нормы. И если посмотрим, соответственно, на эпидель-экспрессе ТПС менее 5, то это преобладало в большей популяции пациентов. И статус здесь был поровну поделен в отношении с бравмутацией и с диким типом. Опять-таки, мы задаем вопрос уже непосредственно гигачату. Хотя уже четко, когда сейчас формулируется отношение к искусственному интеллекту, основной человек-центрированность. Но, тем не менее, мы попытались сказать, а вот ты представь себе, что мы ему даже тыкаем, ты медицинский эксперт в фармацевтической компании, тебе нужно выбрать наиболее эффективное и безопасное сочетание либо 3 к 1, либо 1 к 3, монотерапию ПД. Как бы ты построил дизайн клинического исследования? У тебя есть возможность взять 2 рукава. Один из них будет моно-ПД, один ингибитор, один рука. Вторую группу выбери. Либо 1 к 3, либо 3 к 1. И объясни, почему. Ну, у нас на самом деле здесь мы получили ответ. И ответ был следующий. Я его зачитаю тоже дословно. Если у меня есть возможность взять только 2 группы, то было выбрано соотношение ПД-1 к СТЛ-А4. Соответственно, 1 к 3 для первой группы, группы А, и монотерапию ПД-1 для второй группы. Соответственно, выбор соотношения ПД и СТЛ-А4 1 к 3 основан на рекомендациях НЗСН, которые указывают на то, что соотношение может быть эффективным и безопасным для лечения метастатической меланомы кожи. Однако, я уже упоминал ранее, что выбор терапии должен основываться на данных клинических исследованиях и рекомендациях экспертов. Эффективность. Давайте вот сейчас мы посмотрим на эффективность. Она на самом деле для нас представляет наибольший интерес. На самом деле я тороплюсь, потому что у меня 20 минут, а обсуждение, оно погружено в наш с вами доклад. И дальше у нас не менее интересная игра. Я рекомендую, это знаете, такую вот рекламу, что остаться всем и поучаствовать в ней, потому что будет интересно. Алексей Викторович, мы вчера с ним тренировались до 11 часов вечера, и он всех поднял, чтобы сделать ее на максимально насыщенной. Так вот, возвращаемся к теме сегодняшнего доклада. Выживаемость без прогрессирования. Это первая, первичная, конечная точка, которая была заявлена в этом исследовании. И что было продемонстрировано? Что комбинация нурлимаба и пролголемаба показала достоверное преимущество перед монотерапией пролголемаба. На 43% снижался риск прогрессирования. Медиана выживаемости без прогрессирования в группе комбинированной терапии составила 12 месяцев, в группе монотерапии пролголемабом 3 месяца. Если мы посмотрим уже, собственно, одногодичную выживаемость без прогрессирования, мы видим, что эта дельта сохраняется. Вживаемость без прогрессирования одногодичная на комбинации нурлимаба с пролголемабом составила 54%, тогда как на монотерапии 31%. Двугодичная. Мы опять-таки видим сохранение различий, и когда переходят дальше на плато. 43% в группе комбинированной терапии и 26% в группе монотерапии. И важно, что ответ на терапию достоверно чаще достигается, достигается контроль заболевания в группе комбинированной терапии на фоне значимо более высокой длительности ответа. Это блестяще продемонстрировано на слайде. Да, конечно же, мы все-таки, для нас общая выживаемость, это наше все, что бы мы ни говорили, особенно для такой категории больных. И вот если мы посмотрим, если мы говорим об одногодичной выживаемости, разница выживаемости, общая выживаемость для, соответственно, комбинированной терапии мы видим, она достигла 86%, для, соответственно, монотерапии 81%, двугодичная общая выживаемость 74%, ну 74,4% для комбинированной терапии и, соответственно, 70% для пролголемаба. Итак, небольшой вывод, такой вот этапный, как мы говорим эпикриз, заключение по результатам двухгодичной терапии и наблюдения в рамках клинического исследования Абертон. Эффективность доказана, что, безусловно, выигрыш выживаемости без прогрессирования в контроле над заболеванием, длительности ответа. Да, мы все согласимся, что данные по общей выживаемости незрелые, но демонстрируют положительную тенденцию в сторону комбинации аноролемаба и пролголемаба. Безусловно, здесь меня никто не упрекнет, и мы прекрасно понимаем, что комбинация сопряжена с высоким эффектом, эффективностью, несомненно, так же и высокой токсичностью. Мы говорим о высоком проценте нежелательных реакций третьей-четвертой степени, о серьезных нежелательных реакциях, о прекращении терапии, о наиболее часто встречающихся нежелательных явлениях, в том числе о колите сопряженной с выраженной диареей, если мы говорим о комбинации. И, конечно же, на комбинированной терапии в два раза чаще возникают нежелательные явления третьей-четвертой степени, и в четыре раза чаще отмена терапии из-за развития нежелательных явлений третьей-четвертой степени, чем на монотерапии PD-1 ингибитором. Таким образом, но тем не менее, если мы посмотрим вверх, на верхнюю часть, то пролголемаб показывает высокую эффективность и низкую токсичность, несмотря на то, что двойная комбинация все равно у нас в приоритете. Мы это никогда не забудем, это очень важно, это наше все. Но при этом мы понимаем, что безопасность, о ней мы всегда помним, мы должны, к сожалению, в нашей жизни мы за все платим. И здесь мы должны четко понимать, что мы и готов ли пациент платить в данном случае в отношении своей жизнью, своим здоровьем, в отношении развития тех или иных, насколько он комплоентен, насколько он привержен к этой терапии. Итак, во-первых, я хочу опять-таки вас спросить, вот теперь давайте мы подумаем, как будто бы мы оказались в реальном, в идеальном мире. Ну вот такое бывает. Оденем розовые очки и все-таки попытаемся помечтать. Но тем не менее, при этом отнестись достаточно реально, достаточно как эксперты, как эксперты реальной клинической практики, как ученые. Тем не менее, вот я хотела бы узнать ваше мнение. А вариант. Есть ли у вас все опции терапии и нет ограничений в бюджете? Исходя из наибольшей пользы для пациента, вы бы назначили всем пациентам с метастатической меланомой комбинацию PD-1 и CTLA-4. Это вариант А. Вариант Б. Половина на половину. Вариант С. Монотерапия PD-1 ингибиторами, а вторую линию двойной блокады. Ничего не понятно, но очень интересно попробовать двойную блокаду. Да, хорошо, столик 3 придете завтра и расскажете. Точнее, в понедельник. Почему вариант Д? Так, хорошо. Значит, третий вариант. Третий. Это шутка была на самом деле. Значит, второй вариант. Вариант Б. Да, спасибо большое. Так, хорошо. Пятый столик ваш. Вариант Б. Вижу. Шестой столик. Ваш вариант. Вариант Б. Так. Первый столик вариант Б. И, соответственно, четвертый столик вариант Б. Ну, на самом деле, я здесь соглашусь с большинством. Я очень ценю юмор коллег. Это наше все. Это нам позволяет не выгорать. И сохранять нашу с вами силу. Ну, знаете, я на самом деле, мы оставили для Гигачата такой вопрос. И я сейчас вот... В том числе мы ему тоже задали вопрос. Это еще на самом деле самое в конце. Я подумала, что это заключение. Но, тем не менее. Мы попросили проанализировать данные исследования. Исследования Miraculum, исследования Keynote 006, Checkmate 067. И мы, опять-таки, попытались олицетворить, персонифицировать наш искусственный интеллект. И сказали, что ты химиотерапевт, у которого есть все опции терапии. И нет ограничения в бюджете. Исходя из наибольшей пользы для пациента, ты бы назначил всем пациентам комбинацию PD-1 и CTL-4. Ну, и тут начался уклончивый ответ. Я, как химиотерапевт, не могу принимать решение о том, какую комбинацию препаратов назначать без проведения тщательного анализа и обсуждения пациентов. Слава Богу, что он оценивает, что он не... При этом, ну, тем не менее. Что я, как химиотерапевт, что он не химиотерапевт. Однако, я могу предоставить общую информацию о некоторых исследованиях. Спасибо. И рекомендации НССН указывают на то, что комбинация антител против PD-1 и CTL-4 может быть эффективной в лечении метастатической меланомы кожи. Однако, и дальше начинается выбор конкретной комбинации дозировки препаратов. Должен основываться на данных клинических исследованиях и рекомендации экспертов об области онкологии. Поэтому, прежде чем принимать решение о назначении комбинации PD-1 и CTL-4 всем пациентам, значит, рекомендуется провести дополнительные исследования и так далее. Но, тем не менее, что же позволяет снижение дозы, если мы говорим об ингибиторах CTL-4? Безусловно, это, прежде всего, меньше означает больше. Если мы говорим о снижении дозы ингибиторов CTL-4 в комбинации, как комбинаторный партнер в комбинации для терапии метастатической меланомы, более низкие дозы CTL-4 в комбинации с PD-1 ингибитором обеспечивают эффективность и облегчают выраженную токсичность. Да, мы можем порассуждать, что аргументы за низкодозовый режим основаны доказательной медицины ингибиторов CTL-4 в контексте фиксированной комбинации. Но рулемаб и пролголемаб достоверно меньше токсичность, благодаря чему комбинация более универсальна, чем стандартный дозовый режим. Или, значит, менее остро стоит выбор между безопасностью монотерапии PD-1 ингибитором и эффективностью стандартного режима EP3 плюс NIVA1 и возможность применения высокой дозы ингибиторов CTL-4 после прогрессирования на низкой. Может ли фиксированная комбинация на рулемаба помочь калиницистам? Имеющийся настоящий момент, если мы говорим в целом о комбинированной терапии, вне зависимости от наличия BRAV мутации, приоритетным лечением первой и последующих линий в отсутствии висцерального криза, что самая здесь ключевая мысль является назначение ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. И здесь тоже так же проговаривается тот портрет пациента, когда мы возьмем кисти, попробуем написать. Одна из предпочтительных опций, особенно для пациентов первой линии терапии, включая стабильные метастазы в головном мозге, мутацию в гении BRAV, меланому слизистых, прогрессирование после андивантной терапии, блокаторами контрольных точек. Итак, это подтверждается в том числе так или иначе российскими рекомендациями. И таким хотелось бы еще раз подчеркнуть, если на весах выбора оптимальное соотношение эффективности и безопасности, и, конечно же, мы должны помнить, что пролголемаб показывает высокую эффективность и низкую токсичность. Но наше все, тем не менее, комбинированная иммунотерапия показала преимущество перед антипеди-1 терапией в монорежиме у пациентов с метастатическим меланомом. Пациенты с достижением объективного ответа сохраняют его на протяжении 7,5 лет, в два раза выше медиана выживаемости без прогрессирования медиана общей выживаемости при применении комбинированной терапии. И самое важное, что пациенты на комбинированной терапии, которые ее смогли перенести без осложнения 5-й степени токсичности, не умирают от назначения, соответственно, от лечения метастатической меланомы. Таким образом, выбор первой линии терапии метастатической меланомы, иммунотерапии, как комбо, так и моно, как комбинированный режим, так и моно-режим, предпочтительная опция первой линии лечения независимо от статуса. Брав комбинированной иммунотерапии показывает преимущество над моно- и моно-терапией, комбинированной иммунотерапии рекомендована при прогрессировании после одевантной терапии. Но мы должны всегда помнить, что у нас существуют нежелательные явления. Мы должны помнить о приверженности больных и самое важное, в чем мы с вами живем, о доступности медицинской помощи. Но тем не менее, вот тот вопрос, который мы задаем, и на самом деле я испытала гордость, вот когда об этом сказал искусственный интеллект. Легко ли быть клиническим онкологом? Быть клиническим онкологом – это сложная ответственная профессия, требующая высокой квалификации и опыта. Онкологи занимаются диагностикой, лечением, управлением, злокачественным образованием пациентов. Они работают в тесном контакте с пациентами, с их семьями, помогая им понять диагноз, план лечения и управления своим состоянием здоровья. Клинические онкологи должны быть хорошо знакомы с последними научными открытиями и технологиями в области онкологии, а также должны иметь новые навыки коммуникации, эмпатии для работы с пациентами. Они должны быть готовы к принятию сложных клинических случаев и принятию трудных решений в интересах больного. Работа в онкологии требует высокой степени профессионализма и этики, поскольку пациенты часто находятся в состоянии стресса и тревоги. Клинические онкологи должны быть готовы к работе в команде и сотрудничать с другими специалистами. В целом быть клиническим онкологом это сложная, но важная и благородная профессия, которая требует высокой квалификации и преданности помощи пациентам. И я горжусь, что мы онкологи.